Ежегодный турнир по кикбоксингу Кубок Ермака стал некой представительной тренировкой для ленинских спортсменов перед первенством Сибирского федерального округа, который состоится в Иркутске в феврале следующего года. Напомнить о своих сильных сторонах на Кубок Ермака приехали как известные спортсмены Ленинска-Кузнецкого, так и начинающие. На этот турнир поехали не только опытные бойцы, как Османов Ибрагим, как Копнин Егор, Григорьев, Кирилл, например, а поехали юные молодые спортсмены, которые первый раз выходят на такой уровень. То есть ребята растут, ребята развиваются, с каждым годом команда больше и больше наша становится, сборная «Дюшки». И хотелось бы посмотреть вот их на этих стартах. Ну посмотрел достойно, пусть у них еще у молодого нашего поколения вторые и третьи места, но им есть на кого равняться. Выезд из родного города для юных спортсменов удался. Показали себя с отличной стороны и уже традиционно на каждых соревнованиях появляются новые звездочки. На этом турнире на Ленинск-Кузнецком небосводе побед кикбоксинга загорелась новая и яркая звезда Кирилл Викат. В финальном бою спортсмен одержал победу над соперником из Казахстана. Кирилл, наверное, проявил мастерство именно во всех аспектах. В работе ногами, в работе руками, в защите, в атаке. Ну и единогласным решением мы отдали победу. Это было очень приятно и на нашем небосклоннике к боксерскому. Мне кажется, восходит, но восходит. Кстати, Кирилл уже дважды становился победителем этого турнира. С каждым годом все сложнее, участники все опытнее и старше. Бой был очень сложный, но я выполнил установку Виктора Васильевича и выиграл. Очередное золото и у мастера спорта России победителя первенства России 2018. Призера первенства мира в Италии Кирилла Григорьева. На данный момент, да, есть какой-то определенный успех, я не отрицаю, но не стоит на этом как-то делать, ловить звезду, можно сказать. То есть нужно оставаться таким же и продолжать стремиться к чему-то большему. Нельзя останавливаться на достигнутом. На Кубке Ермака спортсмен уверенно провел все свои бои. Первый бой выиграл Кирилл и второй бой у него был с победителем первенства Казахстана. То есть мальчик стал, Кирилл стал в 2018 году победителем первенства России, а Серегбол, он стал победителем первенства Казахстана. Это уже международная встреча, скажем так, на высшем уровне. И ребята встретились. Серегбол также был участником первенства мира этого года. Если Кирилл вторым стал на мире, то Серегбол был участником. И вот эта интрига была, интересно было, как, что сборная России, сборная Казахстана, да, скажем так, матчевая встреча. Ну, Кирилл уверенно этот бой выиграл. Мы довольны, счастливы, молодец. Такие встречи довольно очень интересные. То есть соперник часто непредсказуем. Это, как всегда, опыт в первую очередь. Ну и, в общем, просто сама атмосфера очень хорошая. То есть она, можно сравнить этот турнир, как с чемпионатом мира. То есть те же люди, те же эмоции, чувства. То есть все то же самое. То есть это очень хорошо влияет на человека в дальнейшем. Неудивительно и то, что золотые медали вновь и наших сильнейших спортсменов Ибрагима Османова и Егора Копнина. Конечно, у каждого из этих по-настоящему сильных духом ребят своя мечта. Но всех без исключения объединяет один настрой – громкая и твердая победа. Продолжаем, наверное, побеждать. Наше ремесло – побеждать.